Мы продолжаем наш тест Фольксвагена Фаэтон, самого невостребованного представительского автомобиля под одним из самых популярных брендов. Для того, чтобы поменять свое представление о Фаэтоне и отвлечься от условностей логотипов, надо просто на нем поездить. Но к чести создателей Фаэтона нужно сказать, что они сумели сделать действительно большую, дорогую представительную машину, лишенную всех тех, по большей части, ложных комплексов, условностей, претензий, коими наделены конкуренты. И кое чувствуют на своей шкуре в подавляющем большинстве владельцы тех же самых Мерседесов, BMW, Audi, особенно Lexus. Поэтому ты сидишь за леом Фаэтона, ты едешь и ты абсолютно, вот буквально через там несколько сотен метров уже забываешь о том, что у тебя за спиной огромный задний диван, что у тебя огромная колесная база и что фактически там сзади должен сидеть папа, который тебя должен погонять. Тебе просто хорошо, комфортно и, самое главное, очень спокойно. И ты перемещаешься в пространстве, наслаждаясь прежде всего плавностью хода Фаэтона. И вот тут, честно говоря, мне не очень понятно, зачем создатели этого автомобиля взяли и внесли в меню возможность изменения жесткости подвески. Вот ставишь подвеску в нейтраль, все хорошо, делаешь ее более комфортной, то есть распускаешь, и сразу начинаются какие-то непонятные раскачки, заваливания. И если ты сидишь сзади, то тебя однозначно при плохом вестибулярном аппарате и при поправке на российские дороги начнет подташнивать. Нехорошо, наверное, да, для автомобиля, претендующего на статус представительства. А если ты зажимаешь подвеску, ну, простите, зачем тогда такие размеры, такая масса и столько абсолютно ненужных для спорткара опций? И вряд ли человек, сидящий сзади, читающий газету, оценит твое желание превратить автомобиль в табурет. Кроме того, зажатая подвеска нужна для активного прохождения поворотов. Опять же, ездить в представительской машине в спортивном режиме, испытывая те самые перегрузки, доходящие там до 0,8, до 1G, ну, наверное, смысла большого нет. И вряд ли, представлюсь, кто-то покупает автомобиль подобного типа для того, чтобы сзади пристегнуться пятиточечным ремнем и так, тихо, спокойно балдеть. Скорее, это будет похоже на акт садо-мазохизма. А посему, повторюсь, возможность изменения подвески кажется мне, возможность изменения жесткости подвески кажется мне абсолютно лишней. А вот возможность изменения дорожного просвета в российских условиях кажется мне абсолютно оправданной. Согласитесь, волей-неволей частенько приходится парковаться на бордюрах. И опасность зацепить днищем бордюрный камень при въезде, опасность сорвать с себя бампер, она все время заставляет осторожничать. Тем более, что отнюдь не всегда подобные вещи покрываются страховкой. При определенной ужинности страховых компаний могут совершенно спокойно отказать в подобных выплатах. И вот тут нажатием всего лишь одной кнопочки мы превращаем фаэтон в кроссовик. И мы можем залезть на довольно приличный бордюр под восторженные взгляды владельцев обычных пассатов большинства версий Mercedes FS-класса, BMW 7 серии, Audi A8. Хотя эти машины опционально тоже имеют возможность лифтованной подвески, возможность лифтовать подвеску, скажем так. Но особенно приятно смотреть на лица владельцев внедорожников, когда ты подъезжаешь действительно туда, где они запарковались на вершине пивного ларька, как горные орлы на вершине Кавказа, на вот такой вот стелящейся по дороге машине. И вдруг ты поднимаешь ее и забираешься туда же. Эффект. И полезно, что самое главное. Вот слово полезность, оно применимо к фаэтону гораздо сильнее перевешивает понятие эффектности. Эффективность, да, вот это правильное слово. И оно применимо прежде всего к двигателям фаэтона. Характеристики этого 335-сильного мотора V-образной восьмерки, Хотя сюда можно поставить и трехлитровый бензиновый мотор, и трехлитровый турбодизель шестицилиндровый, и мотор 12-цилиндровый дублевообразной конфигурации, все равно, на мой взгляд, оптимальным является вот этот вот мотор V-8 объемом 4.2. 335 сил для 4.2 может быть и маловато, но мотор безнадувный, а поэтому он очень хорошо берет с самых низов и обеспечивает тот самый плавный, незаметный, но очень эффективный разгон для такого большого и тяжелого автомобиля. И вот эти характеристики мотора как раз и свойственны настоящим представительским лимузинам. Когда человек не должен ощущать резкий рывок, у него должны срываться шейные позвонки, даже если он сидит на заднем сиденье. Но машина должна очень хорошо, и самое главное, достойно набирать скорость, без лишнего визга резины, повторюсь, без какой-либо истерики. Но свои 8 секунд до сотни машина отрабатывает на все 100. И при этом, что самое интересное, расход топлива остается во вполне разумных пределах. Если ты целый день толкаешься по пробкам, 23, 22, иногда 24 литра на сотню. Но, повторюсь, это целый день и в рваном режиме. И малолитражка-то в этой ситуации будет забирать больше десятки. Но вот если ты вырываешься на оперативный простор, или едешь просто катишься по ночному городу, то расход топлива вполне можно уложить в 14 литров на сотню. Согласитесь, для мотора мощностью в 335 лошадиных сил это более чем достойные показатели. На Фаэтоне можно уезжать очень далеко, не боясь того, что по дороге не найдется пензоколонок. Потому что топливный бак довольно большой при таком разумном потреблении топлива. И в этом смысле это тоже эффективно. И вот эта черта, экономичность Фаэтона, возможно, тоже является привлекательной для тех людей, которые любят кичиться тем, что они сидят на золотых унитазах. И в этой же спокойной и эффективной манере устроено и рулевое управление. На первый взгляд руль большой по размеру, такой штурвалищий. И ты, в общем, чувствуешь себя в какой-то степени капитаном. Особенно подчеркивается вот этими деревянными вставками и плавностью хода. Но вместе с тем это довольно большой по размеру руль позволяет очень четко контролировать и траекторию автомобиля, его перемещение по дороге. И обладает довольно приличной для автомобиля такого класса информативностью. Причем с ростом скорости усилие на руле нарастает. И нужно быть полным идиотом, чтобы убраться на этой машине, не вписаться в поворот, из-за того, что ты не будешь понимать, на какой угол повернуты колеса. Это можно сделать только лишь превысив разумную скорость. Электронная система стабилизации, кстати говоря, тоже будет сильно препятствовать этому. А здесь она настроена довольно неплохо и очень редко, и уже на довольно поздней стадии вмешивается в действие водителя, но вмешивается весьма эффективно меж тем. И еще одно маленькое наблюдение, которое, опять же, подчеркивает характер машины. И его, повторюсь, вот такую плавность, неспешность и вместе с тем скрытую, достойную мощь. Это тишина в салоне. Даже если ты ездишь на шипах по сухому асфальту, все равно в салоне очень тихо. И, кстати говоря, вот этот шум шипов, это, пожалуй, самый большой шум, который ощущается, независимо от того, если что сзади или впереди. Шум двигателя, он есть. Но он есть ровно настолько, насколько он может ласкать ухо. И насколько он может понимать, что ты все-таки перемещаешься в пространстве. Впрочем, чтобы по-настоящему понять, насколько она тихая и спокойная, нужно, наверное, вылезти из-за руля, чтобы потерять связь с автомобилем на тактильном уровне и пересесть на заднее сидение. А вот когда пересаживаешься назад, ты понимаешь весь уровень претензий этого автомобиля. Вместе с тем хочется оставаться демократичным, хочется сразу опустить все шторки, не прятаться за тонированными стеклами. Он говорит, смотрите, какой я скромный. Я купил машину, которая ничем не уступает по начинке. К тому же самому Bentley всего лишь за 30% цены этого самого Bentley. И действительно, единственное отличие, которое я ощущаю, принципиальное отличие здесь или на заднем сидении, это отсутствие металлической накладки под вот этой вот ручкой. Металлическую накладку ставят обычно на автомобиле дорогие, чтобы дамы бриллиантами не царапали потолочную обивку. Здесь потолочная обивка не с натуральной замши, синтетика, но вместе с тем довольно качественная. И эта самая более скромная, возможно, по материалам атмосфера, нисколько оказывается не менее уютной, нисколько оказывается не менее располагающей. Да, здесь больше синтетики, но, во-первых, есть и натуральное дерево, а во-вторых, сидение регулируется в тех же двух-трех направлениях. Здесь также при помощи электромоторчика двигается подголовник. И здесь также эффективно работает массажер, водогрев и вентиляция сидения. И вот в этом представительском автомобиле под народным брендом, таком народном лимузине, в Фаэтоне, не на йоту, не менее просторно, чем в Ауди А8, Мерседесе С-класса, либо BMW 7-й серии, с ним берем длиннобазную версию. Три метра от оси до оси, лишние 12 сантиметров, которые дает длинная база, очень хорошо тут ощущаются. При этом Фаэтон всего лишь на 6 сантиметров короче Bentley Flying Spur, с которой он, в общем, делится платформой. Причем я бы не сказал, что в Bentley просторнее, там все-таки и потолще спинки кресел, и салон как-то сделан в более таком массивном викторианском стиле, и поэтому эти тоже лишние сантиметры справа-слева воруют немножко пространство. Но при всем при этом тут не хочется, повторюсь, закрываться от мира. Тут не хочется самоизолироваться, потому что не боишься, что кто-то в пробке будет пялиться к тебе в окно и смотреть, а кто такой там крутой еген. И может быть поэтому Фаэтон действительно выбирают те, кто находится в полной гармонии и сами с собой, и с внешним миром. Вот такой он получился. Народно-аристократичный, народно-утонченный. И возможно, действительно, вот это сочетание абсолютной премиальности, высочайшего качества и вот этого народного, и вроде как не очень, как раз люксового имени, оно и объясняет то, что Фаэтоны пока невозможно увидеть ни в гаражах сильных мира сего, ни с синими мигалками на крыше и с номерами АМР. Может быть, это и хорошо, потому что на Фаэтонах ездят люди немножко другого плана, абсолютно самодостаточные, которым уже не надо ничего доказывать ни номерами, ни мигалками. Достаточно сказать, что на Фаэтоне ездят, например, та же Ольга Свиблова, да, Александр Флерковский, Гус Хидинг тоже заказал себе Фаэтон. А может, мы и поспешили повесить на Фаэтон гриф «непризнанный», ведь таких машин в последнее время все больше и больше появляется на улицах. Кризис, знаете ли, а за такие деньги получить по-настоящему представительский автомобиль, да еще и то же шасси, на котором построена Бентли, это, знаете ли, интересное предложение. Ну а что до бренда Фауэ, так надо же когда-нибудь наконец-то становиться ближе к народу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова